Субтитры делал DimaTorzok С сентября вступает в силу приказ Минсельхоза России об уничтожении посевов или семян с генномодифицированными организмами. Ключи от новеньких авто вручили пострадавшим на производстве гражданам Дагестана. Подробности в выпуске. С победой из Абудаби. Домой в Дагестан вернулись бойцы школы Абдолманапа Нурмагомедова. Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденной дочери. Речь идет об инциденте, произошедшем на минувшей неделе в селе Кокаршура Карабудахкинского района. Следователи установили, что 23-летняя подозреваемая в душевой кабине своего дома родила ребенка и задушила его. Чтобы скрыть следы преступления, девушка спрятала труп младенца в сарае. Задержанная, уже имеющая троих детей, скрывала свою беременность от родственников и медработников. Решается вопрос об избрании меры пресечения. С 1 сентября вступает в силу приказ Министерства сельского хозяйства России об уничтожении посевов или семян с генномодифицированными организмами. Исключением может стать лишь их использование для проведения экспертизы и научно-исследовательских работ. В Республиканском Росельхознадзоре отмечают, что рейды по выявлению таких участков будут проводиться и на территории Дагестана. В случае обнаружения подобного рода растений, собственник будет обязан принять меры в течение 15 дней по ликвидации данной продукции. Приказ действует до 2029 года. 13 новых автомобилей вручили пострадавшим на производстве гражданам Дагестана. Машины индивидуально переоборудованы для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, чтобы они могли управлять транспортом комфортно и безопасно. Подробнее в сюжете Камилы Мехтихановой. Желаю, чтобы этот автомобиль вам долго и хорошо служил на ваше благо и благо вашей семьи. Сегодня «Ладу Гранту» здесь вручили каждому присутствующему. Все они пострадавшие на промышленном производстве. Магомед Арьев получил травму ноги еще в 80-х годах на заводе. В рамках акции ему дарят автомобиль уже не в первый раз. Это уже 10-е граждане. Начинают с запорожца и АК там. Ну, 82-го года у меня на производстве травма. С тех пор они и обеспечивают, и внимание большое уделяют. На инвалидов такое внимание, это, знаете, раньше не было. Сейчас очень хорошо. Спасибо им. И вам тоже. Данные автомобиля оборудованы для каждого индивидуально, что позволяет водителям чувствовать себя более уверенно и с легкостью управлять транспортом. Выдаются они на 7 лет. Данные транспортные средства оборудованы средствами кондиционирования, электростеклоподъемниками, электроусилителем руля, а также на них установлено ручное управление, адаптированное для именно пострадавших, у которых имеется в виду нарушение опорно-двигательного аппарата. Социальный фонд частично возмещает расходы на горючо-смазочные материалы и текущие затраты. Но при капитальном ремонте государство оплачивает 30% от стоимости машины. Программа реабилитации определяет Бюро медико-социальной экспертизы, а мы, соответственно, их обеспечим. Это, в принципе, все те люди, которые с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые не могут передвигаться для облегчения их жизнедеятельности. Чтобы получить автомобиль, нужно написать заявление в социальный фонд, иметь водительские права и рекомендацию медико-социальной экспертизы. Транспорт приобретается в рамках программы реабилитации пострадавшего. Камила Мехтиханова, Шамиль Хирия Сулаев, новости ННТ Махачкала. Работать можно и на самого себя. Такой тип занятости становится все популярнее в Дагестане, в частности, в индустрии красоты. Для начинающих в этой сфере предпринимателей в Махачкале прошла бесплатная конференция, где присутствующие получили практические советы от экспертов и более опытных коллег. От мастеров парикмахерского искусства до талантливых визажистов. Все они собрались на конференции, чтобы получить ответы на вопросы, которые могут изменить их бизнес. На данном мероприятии наши спикеры рассказывают, как они могут работать самозанятыми, как они могут воспользоваться государственными мерами поддержки, находясь самозанятыми, и какие плюсы работать именно зарегистрировавшись как самозанятые. Самозанятые или физлица, обратившись в центр «Мой бизнес», они могут прийти к нам, подать заявку на те или иные услуги и получить эти услуги совершенно бесплатно от государства. Популярными услугами на сегодняшний день являются у нас разработка сайта для самозанятых, разработка логобука для самозанятых. И все самозанятые на сегодняшний день могут обратиться и получить эти услуги. Основное внимание уделялось не только теоретическим аспектам, но и практическим рекомендациям. Начинающие предприниматели узнали, как выбрать оптимальную систему самозанятости, как ставить и достигать целей. На самом деле это хорошая история, когда любой самозанятый может совершенно бесплатно прийти сюда, получить информацию о мерах государственной поддержки, о том, что ему могут предоставить. Информация вообще доступна на сайтах, но очень много вопросов при организации. То есть какие документы необходимы, кто такой самозанятый, как он должен вести учет, что сделать, чтобы обезопасить какие-то риски. Мы рассказали о том, как увеличить свои продажи, как получить свою прибыль, как уменьшить свою себестоимость продукции и, конечно же, про всех налоговых рисков. Поэтому я считаю, что такие мероприятия очень нужны республике, а нашим предпринимателям обязательно должны в них участвовать. Мероприятие было организовано Республиканским центром поддержки предпринимательства. Такого рода обучающие модули будут проходить регулярно в разных сферах деятельности самозанятых. Тамара Самедова, Шамиль Хирай Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. В Муфтияти Дагестана прошло собрание сотрудников газеты «Ассалам» под руководством заместителя Муфтия Ахмада Магомедова. Подводили итоги деятельности менеджеров отдела распространения и обсуждали план развития издания. Главный редактор газеты Хасан Махмудов поделился идеями повышения эффективности работы, в частности, изменения формата YouTube-канала «Ассалам». В нем будут представлены образовательные передачи по мотивам статей в газете, ток-шоу и авторское видео. Отметим, что подписка на 2024 год начнется уже в сентябре. Сегодня все люди ходят с телефонами, никого не нужно заставить телефон вытащить. Сегодня газету читать, многих нужно себя, я про себя тоже говорю, заставить, себя нужно в газету сесть, найти время и читать. У всех есть дела, а телефон такой мобильный, да, называется, мобильная вещь постоянно под рукой, любое время едешь в маршрутки, достал, смотришь. Где-то сидишь, даже вот на собраниях бывает некоторых, кто-то нравится там сидеть и в телефоне еще там листать, смотреть. Это способ поможет и всегда готовы, всегда ждем от вас обратной связи. Что люди говорят, что вы сами замечаете, что газете так, что не так, что бы хотелось поменять. Вот с учетом этих же пожеланий, вот газета федеральная, она изменилась. И о спорте. Домой в Дагестан вернулись бойцы школы Абдулманапа Нурмагомедова, одержавшие победы на турнире UAE Varios, Шахбан Алхасов и Рашид Вагабов. Завершили свои поединки в первом раунде и улучшили свою статистику в ММА. В аэропорту спортсменов встречали их родные и друзья. Курбан Рагимов продолжит. Перевод в партер, контроль и победа улучшающим приемом. Вот так стремительно Шахбан Алхасов разобрался со своим восьмым соперником в профессиональном ММА. Успех на турнире в Абу-Даби открывает перед спортсменом новые перспективы. Он, как его именитые одноклубники по школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, мечтает о карьере бойца UFC. Такого не было, что я собираюсь его удосточить. Ну, я знал, что я ждал большего от соперника. Я наставился на следующий раунда. Есть намерение до конца года еще один бой провести. Октябрь, ноябрь. Как тренировка скажут, сейчас надо все обсудить. Встретить бойцов в аэропорт приехали их самые преданные болельщики, родители, близкие друзья и спарринг-партнеры. Поединок Рашида Вагабова также не продлился больше одного раунда. В концовке стартовой пятиминутки махачкалинец задушил соперника из Китая. Бой в столице Объединенных Арабских Эмиратов стал для него 12-м в смешанных единоборствах. По ходу боя получилось так. Получилось отключить спину, и я уже настраивался взять шею и задушить. Цели у меня большие, и мечты тоже большие у меня. Попасть за океан, как все. Ну, любой нормальный боец, кто дерется, хочет попасть в лучшую лигу и проверить свои силы там и стать чемпионом. Я так же, да, я хочу так же. Залога тех быстрых и ярких побед. Четкое следование плану, дисциплина и упорные тренировки в зале, говорят, в тренерском штабе. Позади почти три месяца подготовки в компании ведущих бойцов не только страны, но и всего мира. Больше всего мы боремся, мы доминируем, мы больше прессингом. Вот то же самое было и в бою. У Шабана было, и у Рашида тоже. То же самое, да, вот все как по плану, как мы отрабатывали. Самый большой болельщик – это наш отец, который больше всех переживает, болеет. Когда я еще выступал, он всегда, вот даже по России всегда ездил и переживал. Вот он сидит. Я тоже радовался, сейчас младший радует, и будем, да, вот так, подготавливать его. В планах у спортсменов небольшой отдых, а затем подготовка к новым вызовам. Следующие поединки они могут провести на октябрьском турнире UAE Warriors в Абудаби. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Тэквандисты Гашим Магомедов выиграл чемпионат Европы. Соревнования проходили в Эстонии. Воспитанник столичной спортшколы имени Магомеда Джафарова выступал там в составе сборной команды Азербайджана. Гашим Магомедов завоевал золотую медаль в олимпийском весе до 58 килограмм. Он четыре раза выходил на татами, победив соперников из Дании, Болгарии, Сербии и Нидерландов. В этом году дагестанский тэквандист также стал третьим призером на европейских играх в Польше. Смотрите нас также на нашем канале в Телеграм. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!